По данным мониторинга, который был проведен Роспотребнадзором, на прошедшей неделе показатели заболеваемости ОРВИ остались ниже эпидемических порогов по области примерно на 19%, по Рязани на 6%. В структуре заболевших преобладало детское население, в основном дети 3-6 лет. Врачи напоминают о мерах профилактики гриппа и ОРВИ. В первую очередь это вакцина-профилактика, то есть начинается где-то вакцина-профилактика у нас с августа месяца по декабрь включительно, мы всех вакцинировали, всех желающих. Поэтому в первую очередь это вот именно это. Во-вторых, сейчас вот в данный момент избегать скопления людей, больших масс, ну и конечно же стараться не простужаться, хорошо одеваться, то есть ни короткие, ни куртки, ни брюки. Основной способ борьбы с распространением бактерий и вирусов – соблюдение простых правил гигиены. ОРВИ и грипп остаются и размножаются на бытовых предметах в публичных местах, поэтому особенно важно мыть руки сразу после того, как пришли домой. Если вы решили перекусить на ходу и нет возможности вымыть руки, подойдет антибактериальный спрей или гель, который удобно носить с собой в сумке. Самым лечением ни в коем случае не заниматься. Придет врач, назначит правильное лечение, подскажет диету и питание и так далее. Побольше пить теплых напитков, можно минеральную воду, можно просто воду, соки, компоты, морсы. По данным ВОЗ, грипп проявляется внезапно и с острыми симптомами – суставными, головными и мышечными болями, кашлем высокой температурой. Быстро встать на ноги не получится, организму нужен полноценный отдых и восстановление. Во-первых, когда плохо, допустим, дышать, а дышка начинается. Но в первую очередь температура. Подъем температуры больше 38, это уже надо вызывать врача, потому что до этого это еще нормально считается, после этого уже все надо вызывать. И они уже придут назначить адекватное лечение. Простудные заболевания некоторые предпочитают переносить на ногах, ведь легкий насморк, небольшая температура или кашель не сильно мешают повседневным делам. Это неверно. Во-первых, выходя на работу с такими симптомами, вы усугубляете течение заболевания и провоцируете осложнения. Во-вторых, вы подвергаете риску окружающих, увеличивая развитие вируса во внешней среде. Оставайтесь дома и обращайтесь к врачу при подобных недомоганиях.